привет друзья мои вот сходила в бассейн сегодня покормила своих лебедей уже не стала вам снимать потому что смотрю что мало кто смотрит мои эти видео кормюшки птиц а вот поэтому я их покормила а мне и удобнее без камеры кормить этих птиц вот собрала чемодан уже друзья все практически сделала вот сейчас иду с бассейна и вот хотела вам еще кое-что рассказать друзья сегодня прямо с места в карьер тогда я вам начну хочу вам рассказать сегодня о религии вот я уже задавала этот вопрос своем об одном из своих видео но что-то как-то не не получила ответ вот но все таки вы знаете вот меня этот вопрос интересует и меня этот вопрос очень заинтересовал когда я именно вот приехала сюда в англию стала наблюдать за их жизнью я такой человек что я все люблю анализировать как что происходит ну и вот в частности по поводу религии я выросла конечно в россии как вы знаете и наверное тоже интересовалась какими-то жизнью в каких-то других странах естественно тогда для нас было просто невозможно куда-то поехать воочию видеть поэтому все что мы могли почерпнуть мы черпали из книг ну и вот в частности я помню я читала конечно дженейр про английскую жизнь конечно я читала сагу о форсайтах огромный 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 роман в нескольких томах который тоже говорит вот о жизни английских лордов и вот там как бы у меня сложилось впечатление такое что очень набожная значит вот это нация англичане что они молятся все это у них серьезно вполне и вот когда я приехала сюда я сначала вы знаете не очень обратила внимание на вот на то набожные они или нет как у них что тут религия потом я стала обращать внимание и задавать себе сама вопрос вот смотрите у них здесь никто религию не запрещал как вы знаете это не то что у нас запрещали в общем даже боролись религией вы знаете и в общем мы были все атеисты сплошь не дай бог паску с яйцом увидел кто-нибудь все из-под полы делалось но это все как говорится не приветствовалось и в общем школе нас за это гоняли но в общем вы понимаете про что я говорю вот вернемся в англию а здесь у них такого ничего не было подобного и и поэтому церквей огромное количество вот в частности у нас в райде город небольшой а церквей тут наверное порядка 12 штук куда бы ни пошел не поехал везде в любом маленьком их вилоч в селе деревушки в городушке тем более в крупном городе всегда будет огромный кастл вот собор так да значит церкви все эти обязательно все туда ходят они все открыты они все действующие вот но вот я стала обращать внимание вы знаете что в основном эти церкви посещают люди просто как посмотреть не видела я там никогда чтобы у них вот на богослужениях было как-то много знаете людей молящихся вот не видела но думала что может быть мне не попадались стала спрашивать у мужа он у меня слава богу все это знает человек очень был образованный все очень мог объяснить рассказать я у него конечно это спросила и он с опаской в ответ задал мне вопрос а ты что галина веришь в бога так странно задал вопрос я так тоже как-то немножко так знаете удивилась вопросу и говорю ну вообще-то нет вот у нас вот начала оправдываться говорю ну вот у нас вы знаете вот знаешь всегда вот это были атеисты мы были и мы не знали этого ничего все таком о господи слава богу что ты не веришь богом извините за каламбур ой мой гусеночек пришел золотой не могу я без него моего лапушки красивого когда он уже вырастет опять мои отвлечения друзья вот ну и в общем муж мой обрадовался когда узнал что я в общем то так скажем не верующий и когда я стала у него более подробно интересоваться что почему он говорит но галина понимаешь ведь уже сейчас 99 процентов образованных людей они не верят в бога по крайней мере я не знаю как у вас в россии я не ожидал что вот у вас такая набожная страна вот я что сейчас начинаю смотреть вот вы такие набожные атеисты как он сказал и вы знаете мне так понравилось это выражение а мы наверное самом деле такие набожные атеисты все равно гуляю вдоль этого пруда прекрасно все равно меня они отвлекают и хоть я их и покормила они за мной плывут бессовестные расстраивают меня там уже даже драка у них началась мой боже утки дерутся вы знаете не знаю что у них происходит здесь у них появилось много уточек вот видите вот они красавицы это уточки а селезни они с зелеными головками раньше было очень много селезней а сейчас вот и уточки появились наверное пару они уже ищут потому что смотрю что дерутся а еще вы знаете друзья посмотрите те кто смотрел мои ролики раньше обратите внимание ни одного гуся нет гуси подались в лапландию улетают улетают на зиму улетели дорогие наши гуси гуси но их было тут и правда огромное количество вы знаете больше 150 штук было гусей вот извините опять отвлекаюсь смотрите а почему у него красная голова вот я на него смотрю уже который день ты куда свою сувал голову почему она у тебя красная друг мой что произошло тебя кто-то наобидел или что это уже большой такой знаете это уже такой взрослый гусь очень-очень большой огроменный вот еще один огроменный огроменный он если вытянет свою шею сильно вот так приподнимется то он будет выше меня вот такой он огромный а не боится нисколько я вот хожу вокруг него его снимаю он стоит только головой вертит и ничего и ничего не боится абсолютно ну вот покуда опять остановилась на на показе вам птиц своих хочу еще раз вам напомнить может быть кто-то не видел мои видео не слышал вы знаете что у нас все лебеди принадлежат королеве елизавете второй собственностью являются королевы все 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 лебеди великобритании и они находятся под под охраной именно королевы и вот если не дай бог что-то с ними случится если кого-то поймают на вот таком вот каком-то жутком случае что на лебеди не дай бог кто-то убил или что-то такое случилось такое то будете иметь дело с полицией будете иметь дело очень серьезно вплоть до под того что могут тюрьму посадить потому что королева шутить не любит а он посмотрите поплавок это он так ныряет за кормом эти попой вверх и классно вот так ну вот и как тут не отвлечься называется да понимаете вот ну и что я хочу дальше сказать после того как мы вот это вот значит поговорили с мужем он мне сказал что никто не верит что умные люди образованные никто не верит в бога и говорит что из моих друзей например а он у меня не был молодым вы знаете он говорит что тоже в общем все вполне понимают что к чему никто в бога и не верит но это никто не будет афишировать ну вот вы знаете дальше дальше больше когда я спросила у него а как же вот венчаются вот кто-то венчается а кто-то расписывается просто вот в таком в них в муниципалитете как у нас но загсе допустим нашем да так скажем вот а он говорит а здесь история очень простая чаще всего меньше бюрократии вот именно в церквях венчаться в церквях дело происходит быстрее меньше бюрократии а церкви разрешено государством им разрезано такое разрешение по закону они могут оформлять все 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 свидетельства браки все как положено как в обычном загсе все это происходит но только вот так вот более так скажем такая церемония поэтому то что они венчаются в церкви это не значит что кто-то набожная кто-то нет просто кому-то удобнее в церкви а кому-то может быть быстрее вот вот например мы венчались в церкви сразу хочу сказать потому что у меня муж срочно захотел жениться мерить а я вроде еще раздумывала не он конечно такой человек очень в этом плане решительный вот и он на 4 подумал что мало ли я говорю мне надо подумать я мало ли давайте я давай я поеду в россию там подумаю посмотрю трудный шаг он мне сказал нет нет давай мы сначала распишемся а потом уже ты тогда езжай там все эти дела свои заканчивай и возвращайся ну то есть он бы хотел уже срочно расписаться и поэтому вот он мы пошли с ним к бишопу это епископ так называется английский бишоп вот он уже моментально это был его знакомый он с ним значит вот по поговорил по телефону тот когда услышал что я русская он очень обрадовался им это интересно но тоже какая-то экзотика и он нас сразу принял мы пришли он долго со мной разговаривал этот епископ спросил а почему чего вот как ну в общем мы с ним у меня английский тогда был практически вообще уровень вы знаете не знам о какой но никакой практически никакой школе я учила английский когда-то а потом я благополучно не употребляла вот но и кое-что я смогла с тем что муж там помогал переводил будущий тогда ну и он сказал да хорошо вы мне понравились галина я даю вам добро и значит вот пожалуйста через две недели вот через две недели мы пришли и было все очень красиво торжественно есть у меня ролик если кто хочет посмотрите как нас венчали в церкви и вот это венчание хочу вам сразу сказать оно совершенно не такое как у нас россии если кто думает что там венчаются потому что набожное вот я еще раз говорю я вам эту ситуацию объяснила ну и дальше наверное вот в последнее как бы сказать в подтверждение моих слов я могу что сказать еще никогда вы не увидите никаких таких особых в углах икон вот квартирах в английских вы знаете вот не увидите даже распятия как по католизм по католической вере вот вешают крестом перед кроватью это распятие христа я видела в испании в италии очень много да там на самом деле здесь вы такого не увидите друзья забудьте все эти старые книги английские сейчас все 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 абсолютно изменилось ни разу я не встретила и я спрашивала своих русских друзей у меня здесь много они тоже ходят в гости к англичанам всех возрастов про молодых вообще речи нет а я вот говорю даже вот возраста за 50 и старше никогда ни у кого никто из моих друзей тоже не видели никаких икон и ничего вот такого церковного в квартирах как вот у нас завешено бывает образами все вы знаете да ну и также не только в квартире у них не ничего так скажем никаких не висит вот этих вот икон или чего или крестов а вот в машинах у них тоже этого нет вот пожалуйста посмотрите у нас и крестики привешивают к зеркальцам и всегда у всех вот эти вот иконы там спаси сохрани все и сама я грешным делом с собой беру такую иконочку николая угодника если куда-то еду всегда кладу ее с собой в кармашек в этот самый в свой багаж хотя вроде считаю что я не верю ну вот что-то какие-то вот такие вот странные моменты понимаете а у них здесь нет опять говорю ничего подобного никогда вы не увидите и вот из этого всего исходя вы знаете я конечно в душу к ним не заглядывала ну вот слушая то что мне говорил мой муж и вот исходя из того что я вижу у меня сложилось такое впечатление что они большинстве своем в бога не верят друзья и вот кстати как они хоронят своих покойников своих умерших каких-то родственников это же вообще отдельная история вы знаете как они вот их отпевают как это все происходит но это уже в следующем наверное моем видеоролике я вам сейчас просто рассказала а верят ли англичане в бога и вот судите сами потому что вы услышали а я с вами прощаюсь всего вам доброго друзья пока пока